Завтрашний день для предпринимателей Якутии, да и всего Дальнего Востока станет историческим. Благодаря огромной работе, проведенной главой республики Егором Борисовым с федеральными органами власти, тарифы на электрическую энергию с завтрашнего дня снизят. Насколько меньше будут теперь платить якутские предприниматели за электроэнергию, узнавала Марьяна Кутукова. Впервые проблему дороговизны тарифов на электроэнергию, обусловленную наличием перекрестного субсидирования дорогостоящей дизельной генерации, руководство республики обозначило перед федеральными органами еще в 2005 году. Глава Якутии Егор Борисов неоднократно подчеркивал, что решить эту проблему можно только при поддержке федерального правительства. Первое поручение о ликвидации перекрестного субсидирования было дано в 2009 году тогда председателем правительства России Владимиром Путиным. После неоднократных встреч, совещаний в правительстве России, предложение Егора Борисова получило поддержку президента страны. И 16 декабря 2016 года Госдума Российской Федерации приняла закон о внесении изменений в федеральный закон об электроэнергетике. Этот механизм не предполагает привлечение дополнительных расходов из каких-либо бюджетов. Тарифы для потребителей, для прочих потребителей, кроме населения Дальнего Востока, будут снижаться за счет повышения тарифов на электроэнергию для прочих потребителей, опять же, кроме населения центральных регионов России. Для них в связи с тем, что Россия огромная страна и объемы там большие потребления, для них это влияние незначительное. В целом тарифы на электрическую энергию для потребителей, кроме населения, снижаются на 58%. Новые тарифы будут введены не с 1 июля текущего года, а с 1 января 2017 года с перерасчетом. Кроме того, перерасчет тарифов для юридических лиц и предпринимателей будет сделан на все тарифы коммунального комплекса. Потому что только тогда все деньги дойдут до потребителя. И таким образом мы сегодня приняли решение о снижении тарифов не только на электрическую энергию, но и на все тарифы на тепло, воду и канализацию для потребителей предприятий и предпринимателей, которые платят по тарифам для предприятий. И всем будут сделаны перерасчеты с 1 января. И снижение тарифов на тепловую энергию, на водоснабжение и канализацию, оно различное. У каждого поставщика свое. А на электроэнергию все получат единый тариф. Наибольший эффект от снижения тарифов на электроэнергию коммунальные услуги за счет выравнивания со среднероссийским уровнем получат крупные предприятия, малый и средний бизнес. В целом эта сумма для предприятий составит чуть более 11 миллиардов рублей из 15,5 миллиардов рублей. Такое исторически значимое решение создаст условия для социально-экономического развития республики, повышения ее инвестиционной привлекательности, развития всех уровней бизнеса и местного производства. А это в свою очередь скажется на повышении качества жизни всех якутян.